МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров, 24 студии. Константин Перевозчиков, здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Оснований для паники нет. О ситуации с коронавирусом депутатам Городской думы рассказала главная государственная санитарная врач Сарова. Субсидии на обновление материально-технической базы. Социально ориентированные некоммерческие организации получили гранты от администрации. Юные музыканты-виртуозы. Воспитанники детской школы искусств стали победителями областного конкурса. Далее расскажем обо всем подробно. В Сарове началась подготовка к дню голосования по поправкам Конституции. Его назначили на 22 апреля. О том, как будет проходить референдум в нашем городе, депутатам рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Сарова на очередном заседании думских комитетов. Регламент голосования практически полностью соответствует регламенту выборов, но есть некоторые особенности. В частности, наблюдателей направит Общественная палата Российской Федерации. Дано право избирательным комиссиям субъекта принимать решение о досрочном голосовании. Сами понимаете, вот это норма, которая... Что значит? За три дня, до дня голосования, избирательная комиссия может принять решение о досрочном голосовании. Досрочное голосование будет, если будет принято решение, проводиться на избирательных участках, естественно. Кроме того, если гражданин не сможет проголосовать на своем участке в день выборов, у него будет возможность открепиться и проголосовать в другом месте. Сделать это можно будет через МФЦ, единый портал госуслуг, избирательные комиссии. Изменения в Конституции будут считаться одобренными, если за них проголосует более половины граждан, принявших участие в голосовании. Также депутаты заслушали отчет главного государственного санитарного врача Сарова о ситуации с коронавирусом. По состоянию на 19 марта заболевших в городе нет. Около 50 человек находятся на карантине. Все эти люди вернулись из-за границы. Подробности далее. По состоянию на 20 марта в России больны коронавирусом около 200 человек. В Нижегородской области заразившихся трое, причем первая заболевшая уже выписана. В Сарове больных нет. Согласно распоряжению властей, в городе закрыты все муниципальные учреждения, театры, библиотеки, спортзалы и так далее. Все мероприятия, которые направлены на профилактику, это, конечно же, в первую очередь для групп риска. И когда меня спрашивают, ну ладно, пусть работники не собираются, а мы-то пенсионеры, ну чего уж мы соберемся, чайку попьем между собой. Значит, вот еще раз хочу сделать акцент, что в первую очередь это как раз мероприятие для групп риска. Группа риска – это лица пожилые и лица с сопутствующими заболеваниями, напоминаю, бронхолегочная система и сердечно-сосудистая система. Речь о закрытии магазинов, рынков и тем более КПП пока не идет. Проводить тотальную термометрию тоже не планируют. Запретить въезд в Саров людям из других городов не собираются. Совершенно четко видно, что инфекция идет с людьми, приезжающими из-за чагов этих заболеваний. Что нам бояться приехавших из других городов, где там на всю Москву 100 случаев, да? Вот все случаи заражения сейчас идут, основные страны. Китай уже, кстати, закончился, тут уже никто ничего не везет. А сейчас это Италия, Германия, даже Иран уже отошел на задний план. Сейчас в основном это страны Евросоюза. После доклада Ирины Александровны депутаты смогли задать свои вопросы и озвучить вопросы избирателей. Насколько велика вероятность, что солдат на КП стоит, перебирает пропуска руками. Через несколько тысяч проходит. В случае, скажем, контакта с пропуском носителя. Насколько велика вероятность всех последующих подхватить вот это все дело. И не стоит ли в связи с этим вносить какие-то изменения в схему организации пропускного режима на территории ЗАТО. Но я имею в виду... Временно. Да, ну временно хотя бы. Временно. У нас сейчас на всю Нижегородскую область три заразившихся. Фактически два, которые сидят в больнице. И мы не говорим о том, что у нас есть много больных, которые это все разносят. Это вот реалии дня. А чисто теоретически можно выдумывать все, что угодно. Да, с любыми предметами, абсолютно с любыми предметами можно все, что угодно передавать. Самое главное – соблюдать меры профилактики, уделять повышенное внимание гигиене. Также Ирина Игнатьева подчеркнула, что выздоровели или легко перенесли коронавирус 80% заболевших во всех странах. После выздоровления они не остаются носителями заболевания. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. До 1 мая налогоплательщикам в сфере физкультуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии продлили срок уплаты налогов и страховых взносов. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства. Решение было принято на фоне распространения коронавируса, из-за которого были отменены массовые спортивные мероприятия. Приостановлена работа театров, концертных залов, музеев. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Министерство обороны не станет переносить из-за коронавируса весенний призыв. Как заявил глава ведомства Сергей Шойгу, он в соответствии с законом пройдет с 1 апреля по 15 июля. Всех призывников перед отправкой к местам службы проверят на коронавирус. Кроме того, после прибытия в воинские части они пройдут двухнедельный карантин. В войска направят только те граждане, которые получат отрицательные результаты после проведения диагностики. В Сарове продолжается набор переписчиков для проведения всероссийской переписи населения. Она, напомню, должна пройти в октябре этого года. От соискателей требуется умение пользоваться смартфонами. Также переписчиками могут быть только совершеннолетние граждане. Все они пройдут предварительное обучение. Как сообщили в городском отделении Нижегород-Стата, заработная плата переписчика за месяц работы составляет около 16 тысяч рублей. Более подробная информация по телефону 67766. Департамент городского хозяйства настоятельно просит саровчан не выходить на лед. Несмотря на то, что на отдельных участках толщина покрова все еще достигает 20 сантиметров, лед стремительно утрачивает прочность. Кроме того, со дна бьют многочисленные подводные ключи. Почти 4 миллиона рублей получат в этом году социально ориентированные некоммерческие организации. В администрации подвели итоги конкурса на получение субсидий. Более 2,7 миллионов рублей перечислят Саровской православной гимназии. И по 500 тысяч рублей Федерации хоккея нашего города и футбольному клубу Саров. О том, как распорядятся деньгами футболисты, расскажем в нашем следующем репортаже. Администрация города провела очередной конкурс в рамках программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Футбольный клуб Саров получил грант в размере 500 тысяч рублей. Финансирование в таких объемах команда не получала уже несколько лет. В том году клубы было финансировано практически нулевое. То есть мы существовали за счет тех денег, которые нам давали благотворители. Это нам внеф выделяло небольшую сумму в районе 200 тысяч рублей. И город в конце нам выделил по такому же гранту 100 тысяч рублей. Это мы потратили на покупку формы и атрибутики мячей. Сейчас ребята тренируются этими мячами и в той форме, которую мы закупили. По словам директора футбольного клуба Саров, первая часть грантовых средств пойдет на расширение тренерского состава. Клуб регулярно представляет наш город на всероссийских турнирах и чемпионатах. В матчах на выезде команда будет добиваться больших результатов с грамотной организацией игрового режима. Мы пригласили специалиста, тренера для того, чтобы он проводил учебный тренировочные сборы, чтобы он формировал клубную команду и для того, чтобы он руководил клубом в чемпионате. Это ездил с ними на игры, собрал состав и проводил установку на игру. Другую часть денег потратят на создание бренда. Руководство решило полностью поменять клубную символику. В течение сезона по городу будут распространять буклеты с афишей игр. Клуб готов развивать сотрудничество с коммерческими организациями Сарова. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Виртуозное исполнение и талантливая подача. Воспитанники Саровской школы искусств стали лауреатами и дипломантами 11-го областного смотра конкурса исполнителей на народных инструментах, который прошел в Арзамасе. Об успехах юных музыкантов из детской школы искусств расскажем далее. На областном конкурсе в Арзамасе воспитанник детской школы искусств Степан Ершков стал лауреатом первой степени. К выступлению мальчик готовился на протяжении года. Подыскивал новые произведения, изучал их, вникал в смысл, чтобы достойно представить свою школу на конкурсе. Когда я получил первое место, я очень обрадовался, потому что я не занимала первое место, а занимала только второе и третье. Я обрадовался. Первое место занял и Матвей Резяпов. На суджюри мальчик представил две композиции Евгения Дербенко «Старый романс» и Вилла Лобыса «Барашек-барашек». На конкурсе мне понравилось. У меня была очень хорошая программа, и меня поддерживают мои учители, мои родители. Я выступил хорошо, и меня оценили по достоинству. Всего в 11-м областном открытом смотре конкурсе исполнителей на народных инструментах приняло участие более 100 человек со всей области. Ребята играли на баянах, аккордеонах, домрах, гитарах и балалайках. «Саров» представили 9 воспитанников детской школы искусства, и все они привезли домой награды. Наши дети всегда очень достойно представляют нашу школу. Они всегда занимают лидирующие позиции. Нас отмечают всегда члены жюри, нашу Шестаровскую школу. И мы в этот раз тоже не подвели. И наши дети молодцы. Они все выкладывались по полной. Были новички, дети, которые первый раз выступали. Но они тоже справились с волнением, и тоже свои программы показали очень достойно. Воспитанники детской школы искусств готовятся ко всероссийскому конкурсу, который пройдет в Перми. А сразу после отправятся на фестиваль в Санкт-Петербург. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Когда-то эти кошки и собаки были бездомными, но стали самыми дорогими и любимыми. Городской приемник для безнадзорных животных провел конкурс фотографий, кто на свете всех милее. Главное условие. На снимке должны быть запечатлены четвероногие питомцы, взятые из приемника или подобранные на улице. Идея провести конкурс «Кто в Сарове всех милее» возникла у волонтеров общественного объединения «Зато верный друг» в январе этого года. Они предложили жителям нашего города прислать фотографии своих питомцев, которых они взяли из приемника или подобрали на улице. За 10 лет было спасено больше 4 тысяч животных с улиц нашего города, розданное из приемника, передержек. И среди стольких животных, знаете, какие замечательные, очаровательные животные. Но почему бы не собрать их вместе? Почему бы не показать их людям? Конкурс проводился в двух номинациях. Первая для собак, вторая для кошек. Хозяевам нужно было сфотографировать своего четвероногого друга и написать краткий рассказ о том, как он появился у них дома. Снимки животных выкладывали в группу ВКонтакте «Кто в Сарове всех милее». Победителя определяли по количеству лайков. Котенок Валерий Чугуновый пончик набрал более 150 сердечек. Я подписана на приемник нашего города в инстаграме и они выложили осенью фотографию котенка. И визуально он не очень напомнил моего первого кота. И все, я сразу же им написала, спросила, можно ли его забрать. Пришла в питомник, забрала, принесла домой. Он очень ласковый, очень приятный, дружелюбный. В общем, как мой первый, они очень похожи характерами. Всем участникам конкурса вручили памятные календари с фотографиями известных людей нашего города, которые участвовали в проекте «Зато верный друг». Достижение счастья – это одна из главных целей человеческой цивилизации. Об этом говорится в специальной резолюции ООН. 20 марта ежегодно, начиная с 2013 года, отмечается Международный день счастья. Его цель – обратить внимание людей на удовлетворенность жизни и поддержать их стремление быть счастливыми. Нужно верить в возможность счастья, чтобы быть счастливым. Так считал Лев Толстой. Во всем мире 20 марта принято отмечать День счастья. Так в чем же оно состоит? Давайте узнаем у саровчан. Наверное, счастье – это знать, что все твои родные и близкие здоровы, ну и что они сами счастливы. Поэтому, когда я ощущаю, что вокруг меня все счастливы, я тоже счастлива. Увидеть внучку? То есть счастье все-таки в семье, в каких-то родных и близких? Естественно. Ну, чтобы здоровье было хорошее, отношения со всеми были хорошие, с родными, с друзьями, с товарищами. Ну, что еще? Погода хорошая, тоже счастье. Что живу, что пока еще здорово, на ногах. Можно вот куда-то сходить, с кем-то пообщаться. Что, ну, в общем, все нормально пока. Вот поэтому и счастливы. Хорошая работа, хорошее себя. Вот это счастье. Чтоб мои дети были здоровы. Правнуки у меня есть. Правнук – сирота. Сирота. Дай Бог ему здоровья. Ну и мне. Встаешь утром, надо самой себе улыбнуться, как бы ты себя ни чувствовала. У меня очень сильно болят руки, ноги. Все равно я стараюсь как-то приводрить себя. Счастье? А счастье – это когда тебя понимают. Для кого-то оно в любви, для кого-то в деньгах, а для кого-то в семейном уюте. Неизменным остается одно – счастье может испытать каждый. Главное – ему открыться. Ответы соровчан для вас собирали Дарья Козина и Евгения Шевцова. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски. Авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.